приветствую всех на канале необычный сад сегодня будем сеять вот такой красивый львиный зев они у меня все маленькие вот видите какая высота у него вот 25 сантиметров совсем малыш итак начнем с подготовки грунта я беру покупной грунт я уже показывал других видео у меня просто здесь не другого нету а заказывать я сейчас не хочу ради одного мешочка грунта делать заказ и так начнем с подготовки грунта я беру покупной грунт вы можете сделать грунт самостоятельно нужно взять землю с огорода речной песок и доломитовую муку либо древесную золу и все смешать не забудьте также обеззаразить грунт можно проморозить его немножко или закалить в духовке так как семена львиного зева очень мелкие то перед использованием грунт необходимо обязательно просеять что я уже сделал это все уже просеянный даже покупной грунт это нужно сделать как для покупной земли так и до сделанной своими руками дальше мы делаем канавки глубиной 2-3 миллиметра и расстояние между ними должно быть один сантиметр что как видите я уже тоже сделала ну что перейдем к посеву вот сейчас вам открою вот такой вот ливиный зев вот столько здесь грамм вот столько семян дальше 7 семена нашей канавки и сверху присыпаем небольшой небольшим слоем песка либо грунта примерно 1 миллиметр должно быть подписываем обязательно чтобы не потерять свою рассаду дальше сажаем вот такой вот карликовый вот сколько у него грамм в принципе столько же столько сколько было и в той упаковочке вот такая у нас фирмы свитязь вот сейчас посмотрим сколько же меня внутри и сеем этот вот столько грамм было в свитязи вот и будем сейчас сеять видите какие маленькие семена мелкие очень неудобно и сеять конечно скажу я вам не люблю таких малышей сеять дальше берем присыпаем песочком совсем чуть-чуть дальше опрыскиваем из пульверизатора и накрываем стеклом либо пленкой что мы делаем дальше ставим емкость семенами в светлое место где температура держится в пределах 22-25 градусов до появления всходов каждый день проветриваем наши посевы по 20 минут и вытираем конденсат но так же как мы и делали с другой рассадой как я вам рассказывал с другой рассадой дальше делаем это для того чтобы избежать чрезмерной влажности вот это выдираем конденсат и проветриваем после того как появятся первые всходы нужно снять укромной материал и переставить в место где температура будет держаться 18-20 градусов после и до появления всходов поливаем из пульверизатора поливать нужно регулярно чтобы поверхность почвы не пересыхала но и не переувлажнять она должна быть умеренно влажной когда появятся всходы вам уже будет тяжелее из пульверизатора потому что будут мочиться листочки это не очень хорошо лучше взять какую-то маленькую леечку и проливать аккуратненько при правильном уходе первые всходы львиного зева появится примерно через то мы делаем дальше когда на растении у вас появится два настоящих листочка можно приступать к пикировке после того как вы переспекируете придет некоторое время когда у растения будет уже четыре пары настоящих листочков его нужно прищипнуть верхушечку это ускорит рост боковых побегов а когда у боковых побегов будет уже по 6 настоящих листочков нужно сделать круговую прищипку то есть прищипнуть каждый побег который вырос по бокам боковые побеги вот эти все прищипнуть нужно будет В конце мая и начале июня уже можно высадить нашу рассаду в открытый грунт. За 2 недели до высадки в грунт нужно еще закалить рассаду. Как я вам говорила, выносим, постепенно увеличивая время на улицу или на балкончик, где у вас есть место. Если вы хотите, чтобы он у вас долго еще красиво цвел, то следует обрывать отцветшие лист цветочки, как у петунии мы делаем. Цветочки, которые цвели, обрываем и у нас появляются новенькие. Все. Это все, что я знаю про львиной зев. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео. Ставьте лайки. Всем пока!